Здравствуйте, дорогие петербуржцы. Я очень рада приехать была в этот город, когда узнала, что нужно представить фильм здесь. В общем, это один из тех городов, куда я рада приехать всегда, особенно когда есть такой повод. Жалко, что нету Дарьи со мной. Я, наверное, впервые где-то без неё представляю, как ни странно. Вот. Хочу пожелать вам приятного просмотра и после с удовольствием отвечу на все вопросы. Я надеюсь, этот фильм вызовет у вас какой-то резонанс, понравится, не понравится, и будет интересно с вами его обсудить. Спасибо большое. Ну что же, давайте перейдём к каким-то, наверное, мне кажется, вопросам и ответам. Я бы ещё раз хочу представить исполнительницу главной роли Арины Насибулина. Также хотела пригласить Сергею Востову, одного из продюсеров картины, которая тоже здесь присоединится к нашему обсуждению, а прямо вот сюда, мне кажется. Вот. А у вас вот микрофон, да, отлично. Предлагаю построить наше общение таким образом, что я бы, наверное, попросил для зрителей сказать несколько слов о создании картины. А, соответственно, могу я, конечно, о режиссёре, но мне кажется, странно было бы, если у вас всё-таки больше знания, а рассказать о режиссёре, о том, как создавалась эта картина, в смысле писался сценарий, он много лет, ну, такие вещи самые простые, вот, для того, чтобы... Могу я рассказать, хотите, я просто всё это знаю из десятка интервью примерно, собственно. Собственно, так будет проще, действительно, картина «Хрусталь», которую вы посмотрели, она имела... То есть сценарий писался, по-моему, лет 11, а ещё в американской киношколе, куда Дарья уехала, собственно, Жук, режиссёр этого фильма из Минска, вот. Вот, и, соответственно, такой инди-путь прошла эта картина, у неё есть сценаристка Хельга Ольшван-Каландауэр, может быть, кто-то из вас знает, так как она из, собственно, Петербурга и тоже уехала, тоже в 96-м году из России в Америку. Вот, и, соответственно, в картине, очевидно, много мотивов довольно личных, не в смысле, что это биографическая картина, а в смысле, что всё, что снято и прожито, и подсмотрено, и увидено самим режиссёром. Вот, ну, мне неловко об этом рассказывать, вот, а, соответственно, может быть, есть у вас вопросы какие-то про кино? О, замечательно. Большое спасибо Дарье, которой у нас сегодня, к сожалению, и нет, но она, по-моему, была на послании к человеку, да, если я помню? Да, 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 да. И, конечно, отдельное спасибо продюсеру, который поверил в этот проект, как-то вложился и как-то помог, потому что, действительно, картина замечательная, я бы даже назвал её, наверное, такая «Алиса в стране чудес» по-белорусски. И я не помню, вот, по-моему, время одно и то же, помните, в Достоле был такой прекрасный фильм, назывался «Облако рай». И вот, почему-то мне показался такой парафраз, но немножко по-женски, хотя абсолютно разные картины, но, может быть, время, что-то такое. И, конечно, Алина, вам отдельное спасибо за, ну, это, наверное, блестяще сыгранная роль, как-то вы её прочувствовали. Потом я ожидал увидеть вот такую девушку, Луизу Марию Чиконе, которая очень, вот, образ итальянской нашей знакомой, очень похож, во всяком случае, к героине. Сейчас сидит передо мной абсолютно другая девушка, абсолютно другая, невероятно, то есть вы как-то перебразились. Да, и я понял, что действительно прекрасная актриса, потому что, ну, обычно вот на экране смотришь и в жизни так, а вот, ну, просто вы сломали, видимо, то есть это роль, которую вы так почувствовали, и вы абсолютно молодая. Откуда вы знаете это время? Вот то. Я понял, это перестроечная какая-то, да? В 19-й год. Да, вот. И как вы абсолютно молодая девушка, как вы это всё прочувствовали, поняли, и, главное, показали нам. И вопрос ещё у меня будет такой, наверное, к продюсеру тоже. Была ли примера в Белоруссии, и я не знаю, видел её Александр Лукашенко этот фильм или нет, вот. Но всё равно интересно посмотреть, как белорусы приняли этот фильм, вот. И вот расскажите, пожалуйста, и, главное, вот, откуда у вас это всё у молодой девушки, как вы понимаете эту эпоху? Вот это для меня загадка. Спасибо большое вам за всё. Ну, мне кажется, чтобы сыграть, наверное, не обязательно жить в это время, ну, хотя я жила в это время, в принципе, ну, в 96-м году мне было 6 лет. Ну, например, ну, как-то всё-таки это, я помню это время, как и так или иначе, это, ну, люди играют и в дореволюционное время, и как-то же они там играют всё-таки, то есть не обязательно жить в это время, я думаю. Но как? Ну, я просто это очень, я люблю 90-е, наверное, потому что мне было 6 лет. Поэтому я люблю, для меня это какое-то, кажется, как будто это весело было, хотя для многих людей, которые прошли сознательное время, это вовсе не весело. А для меня это как-то даже модно, классно, ну, потому что я так это чувствую. И потому что это было, ну, как-то совсем детство. И, ну, ну, и, наверное, в любых там кинокартинках, там, «Брат», «Брат-2» и что-то ещё, ну, тоже было интересно попробовать. Ну, и плюс я не только меня никогда, ну, анализировала героиню фильма, я вообще мало думала про 90-е, потому что это делала не я, и сделали там костюм, художники чудесные, Даша, то есть это же не дело не я. Я, скорее, нашла просто какие-то там, нашла Велю, наверное. Ну, и просто, ну, я мало думала про 90-е, не знаю, они как-то сами собой, вот ты как-то находишься на площадке в этом времени, который для тебя создали, не я. И ты вдруг начинаешь просто так вести, ну, потому что ты актёр. Вот. Ну, нет, я, ну, оно просто как-то, не знаю, природа придумала это моя, наверное. Ну, Дарья это взяла в оборот и развела это, но это было потому, что, наверное, это какое-то очевидное сходство у меня, оно есть, ну, может быть, ну, я сейчас всё же так скромно просто, ну, когда я там, ну, могу себя настигать как Мадонна, например, или пользоваться тем, что я могу себя так вести, или, ну, как бы она, в принципе, во мне есть, и глупо было это не использовать, наверное, тем более, что это как-то дополняет героиню интересную, какой-то ей ещё, ну, как-то её делает, ну, интереснее. Нет, это не было роли на сопротивлении, особенно в какой-то момент, наверное, да, вот, нет, не было. Ну, когда у нас были досъёмки, я помню потом, там, то есть прошло уже летом, то есть мы фильм снимали в апреле-марте, и где-то были досъёмки в июне или мае, и я вообще, мне так было тяжело, я просто даже не могла, там, ну, там какие-то были небольшие, то есть нужно просто перехать с автобуса, там, или что-то ещё, ну, надеть парик синий, там, я просто не могла, ну, я, вот, это было очень несопротивление, потому что я как-то пережила, и мне совсем не хотелось быть велей. Я думаю, что это просто ещё так совпало, не то, что я такая прям, ну, но всегда подбирают людей, которые, ну, так, всё равно похожи, так обычно бывает, ну, редко было это несопротивление, но всё равно, значит, у человека даже это получалось очень круто, значит, зачем брать этого человека? В первом месте, по словам вашего супруга, он же был в менталитах? Нет. Нет? Нет. Угу. Правда. А давайте я, конечно, по поводу продюсеров, могу сказать, что это, конечно, большой коллективный труд, здесь было очень много задействовано продюсеров, порядка четырёх человек, да, и это всё-таки коллективный большой труд, все мои друзья, старые Даши, да, и поддержали в этом проекте. Вот, что касательно примера Беларуси, она была, да, достаточно большая, и нас в зал был, наверное, раза в четыре больше чего-то, ну, 800 человек по залу был полный, что сказать, цензуру и прочего, да, связанная там с белорусскими инкультами, проще скажу, так, что они просто проигнорировали сам фильм этот. Ну, просто, вот, пресса нас поддержала независимая, да, что, кстати, вот именно, это очень жалко на самом деле, потому что мы очень боремся и пытаемся каким-то образом, чтобы Минкульт Белорусский участвовал в частном производстве, и в большом, и в маленьком, и в студенческом, в любом проекте не очень от нас получается. Но, к сожалению, даже никто не пришел на премьеру. А все нахватили? Беларуси, по-моему, сейчас все. Ну, хороший ход, потому что показались уже старые, и они современные, и Беларусь, намного изменилось? Конечно. Сейчас в Беларуси совершенно другая, другая, ну, в целом это все уже по-другому, конечно. Крус-фактик? И в госпитании? Нет, абсолютно, потому что сейчас это другая страна, это все очень динамично, современно, со своими, конечно, внутренними моментами, нюансами. Что касается, опять-таки, возвращаясь к поддержке независимого кинематографа, то мы, конечно, снимаем так сами. Он был уже в прокате. Ну, он был в прокате, да, но сейчас будут дополнительные показы. Ну, вот так вот случилось. Там очень было в прокате, в Сентябре. И как раз в Сентябре. Очень хороший. Хороший, да. Да, мы, если не ошибаюсь, думаю, кто-то погуглит, мы, по-моему, заняли второе место после Гоголя. Да, по сбору. Ну, это Беларусь, надо, конечно, количество залов и прочее. Это не сравнить даже с Петербургом, не говоря в Москве. Прошло, да? А Федор Тушан? Плохо, да, слышно? Да. Слышно ужасно, да. Вы можете просто сказать. Ну, я могу, да, просто сказать тогда погромче. Спасибо. Федор Тушан, это вечерний Санкт-Петербург. Во-первых, спасибо огромное, потому что это действительно, как сказал Константин, это, наверное, одно из самых сильных впечатлений за этот год. И несколько вопросов. Во-первых, что вот с «Оскаровским» статусом фильма, потому что, как я понимаю, он выдвигается на «Оскар» или… Он выдвинул. Выдвинул, да? Несмотря на то, что, вот, Минкульт, вы сказали, не проявил инициативу, это же… А, они же не имеют. Не имеют, да, это присообрали? Ага, и тогда, ну, не знаю, наверное… Потому что комитет выдвигает. Тогда, наверное, может быть, к вам пару вопросов по поводу вашего ощущения, опять же, от фильма. Во-первых, все-таки можно ли сказать, что это историческое кино, да, раз мы сейчас сказали о том, что Беларусь сильно изменилась, вот, я все смотрел и не мог понять. В каком-то смысле какие-то вещи, какая-то вот эстетика, она сохраняется еще, да, у нас? В каком-то, конечно, это все ушло. Может быть, я просто это помню чуть больше, потому что я немножко чуть-чуть старше вас, хотя я тоже был тогда маленький. И вот, как вы думаете, это фильм про, ну, какие-то вневременные вещи такие вот, которые у нас, в широком смысле у нас тут происходят, или про то, что ушло более-менее? А вот эти диспозиции, вот этот конфликт этот между героиней и окружающей реальностью? Мне кажется, это вечный какой-то конфликт человека личности, общества, ну, и просто, мне кажется, это не относится ко времени. Но, безусловно, данная история в наше время была бы совершенно другой, совершенно другой, потому что, ну, у нас столько гаджетов, интернет и так далее, просто она не могла бы быть такой же по ряду причин. Но, может быть, ну, такая, мне кажется, Веля может быть и сейчас. Ну, просто в чем-то как-то как-то иначе проявляться сама эта история. Но, мне кажется, это не про время. Ну, просто Дарье, насколько я знаю из ее ответов, конечно, интересно было это время, потому что это, ну, то время, когда она уезжала, то время, просто то, как-то, как-то, или не уезжала, и я могу ошибаться, дело не в этом, а дело в том, что, то есть то время, когда она, которая очень отпечаталась в ней, и интересно было туда вернуться, но это не ностальгическая история все-таки, не о времени. Да, но при этом она потрясающе точно вот какие-то детали, какое-то ощущение от времени передала. И второй вопрос, вот не жалко ли вам от того, что вот этот конфликт между героиней и средой, он, ну, он сначала, как сказал Бродский, у него эстетические, да, были разногласия с советской властью, здесь, ну, не с советской, но что-то подобное тоже, в первую очередь, эстетические, а потом он вот этой сценой, наверное, изнасилования, он доводится до неразрешимой какой-то, да, такой точки, когда уже невозможно, видимо, для них сосуществование. Не жалко ли вам, может быть, что это не было показано возможности какого-то все-таки сосуществования, какого-то примирения этих противоречий? Ну, это так, поразмыслить, если об этом. Спасибо. Нет, мне не жалко. Спасибо. Давайте, наверное, А работают у нас микрофоны? Можно без микрофона? У меня просто очень волнение, когда микрофон. Батарин Иван, студент РГПУ имени Герцена, четвертый курс, факультет истории и социальных наук. Спасибо вам большое за фильм, очень интересно, очень показанный антураж в Белоруссии в середине 90-х годов. Мне очень понравились вставки с работой на заводе, где каждый день люди идут на работу, отмечаются у актера, честно отрабатывают им положено рабочее время и благополучно уходят. Это одна часть фильма, это вставки. Другая часть фильма, это повседневная жизнь, сельская повседневная жизнь. Это обычная, ничем не примечательная, все идет своим чередом, люди общаются между собой, устраивают свадьбу, но вопрос не в этом. Дело в том, что красной нитью по всему фильму идут способы, извините, пожалуйста, способы вырваться из этой повседневности. У девушки главной героини конфликт с матерью, она не воспринимает все ее советы, и она, по сути говоря, использует те деньги, которые ей предназначались на продукты, она их тратит на подделку документов. Потом она едет в этот город Хрустальный, она врывается буквально в чужую семью, только для того, чтобы реализовать свою мечту, уехать в Америку для лучшей жизни. Вопрос такой. Как вы относитесь к подобным действиям? Скажите, оправдано ли это? И можно ли идти к мечте, не прибегая к подобным действиям? Спасибо. Можно я отвечу? Добрый почистый. Ты давай здесь. Я могу за немножко слушать. Нет, нет. Очень много вопросов связанных именно вот этот 96-й год, как, что, почему. Но в разных залах мы уже были, многие слышали вопросы. Но не все жили в 96-м, или в 97-м году. Мне тогда было как раз 16 лет. И тогда было как раз только первое веяние реймов, вот эти все истории музыки. Мы смотрели туда, в Германию, и Америку, и Чикаго, и Детройт, и Техно. И все стремились реализовать, туда попасть, потому что это что-то новое, там что-то другое. И в тот момент, как все-таки перестроечено, очень жесткое было время для наших родителей в том числе, где не хватало реально денег, не то, что на продукты, да, купить детям, в школу собрать и так далее. Там же были эти сухое молоко, американцы присылали, чтобы дети как-то в школах питались и так далее. То есть это было в общем, очень врачное время. И вот там, например, как в кино, мало кто почему-то на это обращает внимание, наша главная героиня на диджей, да, это музыка. Это была единственная такая отдушина для молодежи в то время доступная в виде музыки. И то, что приходило к нам из Запада в виде свободы этой музыкальной, да, и нового веяния. Вот. И у всех, никто не понимал, зачем он туда едет. Но нам всем хотелось туда попасть, потому что, да, наверное, это часть свободы, там, значит, так все-то по-другому, все развивается, все живут. Ну, вот, по-другому не ответ. Я не мог, когда начал слышать ваш вопрос, мне кажется. Ну, да. А где он там? А я услышала, что, ну, и, ну, что вот героиня, как, как... Ну, она просто очень невоспитана, это действительно так. Ну, имеется ввиду в том, что закончила образование, получила юридически, но, это понятно, у каждого человека должны быть свои устремления, но задача, вопрос не в том, сейчас, извините, пожалуйста, вопрос в том, можно ли это было... Именно в фильме, или вы просто это риторически спрашиваете? Ну, я считаю, является ли поступок оправданным все-таки, можно ли это было сделать как-то по-другому в сложившейся ситуации, на ваш взгляд? Не поехав в этот коры, в смысле, или что? Ну, имеется ввиду, не устраивая вот эти всякие подлоги, обманы, вот это все. Ну, конечно, можно было, естественно, можно было. Если мы будем про то время... Конечно, все можно вообще, можно было вообще даже не родиться, например. Ну, я не знаю, но она вот такая вот, ну, просто, ты просто такой человек, понимаете, ну, иначе просто не получается. Но после этой ситуации, понимаете, когда вот, ну, может быть, она может тоже по-другому себя вести. Как-то... Но везде тоже все неоднозначны. Она очень неоднозначна. Неоднозначна мама, неоднозначный, там, Степан неоднозначный. Все неоднозначны очень. Но и всем, и в жизни всегда можно себя вести по-другому. Ну, то есть, ты можешь как бы взять так, так, но делаешь, ты почему-то по-другому. Ну, как-то так бывает. А то время такое? Я бы еще, наверное, добавил несколько слов относительно прочтения фильма. Вот, вы как бы задаете очень правильные вопросы, но это все-таки произведение искусства, оно не то, чтобы, так сказать, моральная сценка, которой мы должны дать оценку, да, а здесь все-таки речь идет о том, что фильм-то про освобождение, про, в принципе, эмансипаторный механизм, который запускается в человеке, вот, и как бы есть некая система. Это очень примитивно, то, что я говорю. А в фильме это все утоплено действительно в очень неоднозначных персонажей, максимально приближено к реальности, которые, да, но это все-таки не совсем реальность, это все-таки история, она имеет там очень много этажей, вот, и это этаж про освобождение, освобождение, в том числе, от довольно, ну, там вообще, как бы, выясняются отношения с эмиграцией, с возможностью эмиграции, как бы, все разговоры, ведь же она живет с матерью-одиночкой, которая работает в музее военной истории, это же не случайно все, как бы, придумано так, а не по-другому, вот, у нее, как бы, это такой карикатурный, в общем, образ родины матери, с которой, как бы, она находится в конфликте, потому что она хочет уехать, потом она приезжает в этот поселок, где она оказывается в патриархальной многопоколенной семье, и все это, это, как бы, это, ну, разматывается в сценарии, там нет случайной сцены ни одной, поэтому история про освобождение, действительно, ее возможности, и, на самом деле, она никогда не бывает легкой, случайной, и нельзя сказать, что свободы, освобождения достойны только человека, который живет правильно и хорошо, как бы, это было бы глупо так считать. Вот, но это очень важно. А вот там вопрос. Да, у вас даже микрофон есть, давайте, задавайте. Вынуши без микрофона. Спасибо за фильм. Я за фильмом вообще давно уже сижу, где-то с августа месяца, когда он уже вышел от Белоруссии, и, насколько я знаю, есть какая-то версия полной версии фильма, где в самом конце, перед титрами, когда вы уезжаете, там идет как-то митинг, берет включат о свободе. Есть какая-то версия, которую вырезали, Белоруссии вырезали, в тот момент. Время соединительного, где выступает, по-моему, Рейбер Хаскин. И что, что? Рейбер Хаскин там, по-моему, выступает, на самом конце фильма. А, нет, не в этом дело. Там был в конце показывают митинг где она проезжает мимо и видит митинг оппозиции. Да, да, да. Действительно, этот кадр был вырезан. Белоруссия, этот кадр был вырезан. А там, там вообще о чем? То есть, Вы же видели сегодня этот кусочек. Ну, отношения... А больше нету, это вот и есть. Это финальная версия, такая, фильм, который вы видели сегодня. Такой фильм и есть. Больше там ничего нету. Просто от этого даже кусочка не было. Ну, там вообще как вот, 96-й год и Лукашенко тогда боролся с националистической оппозицией. Вот. И разогнал, можно сказать, этот верховный совет. Ну, просто стяг, стяг, да, флаг, который используется. Ну, да, да, да. Там законный, ну, там референдум, там тоже свои терки были и разгон был Верховного Совета. как за свою основу логотипа, да, и он везде, где у нас всплывает, в Белоруссии, он является как-то флага, преоппозиционером. А там про Чернобыль, да, что-то? Он не имеет отношения. Там про Чернобыль на флаге что-то написано? Нет, там еще не написано. Там написано «Свобода». Нет, на флаге было написано «Чернобыльский шлях». А у нас вопрос по поводу... Давайте вопрос. Да. Хотел бы задать вопрос вот о группе второго с вами главного героя, то есть вашим партёром, я с ним парень, вот, тоже очень понравился актёр, замечательная совершенно актёрская игра. Где вы нашли такого замечательного белорусского актёра? Белорусский? Он не белорусский. Он не очень просто вот... Просто замечательный актёр. Иван Мулин его зовут. Да, он из Москвы. Вот он. Что он всех обманул? Он всех обманул, что это белорусский? Класс. Я обязательно передам. Передам. Да. Спасибо. Мужского и женского, потому что, если честно, мне, как мужчине, меня заинтересовало вначале героиня, но потом было ощущение, что героиня, как-то перестала интересовать в том плане, что почти очень меняется. Девочка, она ждёт, она ждёт, парень вот этот цепляет. То есть, блин, ты не хочешь на него смотреть, будешь его убрать, а он прям что-то берёт в свою жизнь. А что-то похож на какой же отвратительный. То есть, в конце, вообще, он превращается почему-то вот прям настолько яркого антигероя, что именно это больше всего цепляет, вмущает. А вот в мечту девушки ты не веришь, она как-то атака. Тише, тише, тише. Вроде она уже такая задаётся. Хотя, странная сцена в конце, где она тоже получается такой лицемерий, с его стороны, что он целует ее невесту, только что износил девушку, и с ее стороны, что она не послала всех нахрен, не знаю, пошла влюбиться, он не стал как-то. За свободу, за честность и так далее. А она держалась, говорит, мне не важнее, целиком, не важнее, все-таки, вновлении. Был, но мне кажется, что получается, здесь, в связи с тем, что на локате офигенная главная героиня, чем-то, на Кринске, на Мадонну, походу, и так далее, случился, как будто мужской герой, более, что-то не знаю. Мне тоже кажется, что он мальчик, в смысле, я так чувствую. Когда я читала сценарий, мне был очень важен этот мальчик всегда. да, какой-то такой, я не знаю, я не думаю о том, чтобы сейчас говорить, но как-то, вообще не очень сильно, если честно, стараюсь анализировать это. Ну, как-то вот, я, именно с точки зрения, кто главный, или как-то я смотрю на эту историю, то есть такая история, ну, то есть я же не создавала эту историю все-таки. Это интересно, то, что вы говорите, очень спасибо вам, и, скорее, даже Даша была бы ответить на этот вопрос больше, чем мне. но... Просто у меня есть ощущение, сейчас бы выясни, почему. Ощущение, что вот героиня, она где-то далеко в прошлом, потому что уже сейчас такой ситуации не существует, даже на этом, она действительно в прошлом, нет такой героини сейчас настоящего. А вот герой и вот этот мальчик, я им верю, потому что вот из куску странного, возможно, действительно не верится, возможно, он до сих пор не верит. Парнишка с Армейкии рассказывает всем про законы, но я им верю точно, что это как бы такой герой-то-герой, который актуален в сегодняшнем времени. А героиня в какой-то момент она такая клевая, очень клевая, прям, что кажется, что она из нашего времени. То есть, я в ней не чувствую прям такого советского, то есть, что ей что-то действительно всякое, поступаю ему в мусульке советского. Прям на нем такое печать стоит. А героиня ему не стоит, ее переместить прям даже в той же одежде. В наше время она клевая, модная, современная, она свободная. Да, да. Да. Можно подскорить, потому что на самом деле тоже сравнивают. На какого-нибудь Дембеля посмотрите, вот только Дембеля пришел, один к одному. Нет, и сегодня то же самое. Вы говорили, что он не из Паржа, он из настоящих. Нет, это все субъективно, потому что как раз мне показалось, что там все на своих местах, все герои на своих местах. Каждый свою задачу идеально исполняет. и второго плана актера, и первого плана, просто все идеально. Просто Гарри память не надо поставить, как она это все вообще, да, как такой ансамбль собрала, и это все кто живет, реальность. Мне кажется, там были вопросы. Вот, да. Скажите, пожалуйста, почему сценарий написался так долго? То есть, я, пираж, не слышу, что он писал все, я не знаю об этом. Если честно, но вы знаете, да, что ты пишешь? Ну, я читал какое-то выдашное интервью. Ну, я знаю, что про Дашу как-то долго то есть, я по-разному сетку раз слышу. Там, наверное, я просто не совсем правильно сказал, замысел родился очень давно, а дальше, ну, как бы не всегда есть возможность писать сценарий. Я так понимаю, что не сразу с, собственно, автором, с автором сценария Хельгии встретились, потом была идея, она печенговалась еще в киношколе эта идея, то есть, как бы 20 лет назад, можно сказать, первые какие-то. Ну, как-то Даша прибавляет очень много лет, это неправда. 20 лет назад Даша еще в Беларуси жива, ну, 1906 год. Да, она уехала 18 лет назад из Беларуси, как бы там, но я думаю, что фильм, не так долго, да, ну, я не знаю, как-то это, я не был кровь Даша, но, да, но я думаю, что там, не знаю, может лет 5-6, ну, как, люди, ну, достаточно долго готовятся к этому полуметру, и тоже сценарий не сразу, я просто не знаю только этой истории, если честно, но я знаю, что, видимо, как-то, Да, мы как-то не будем отвечать за Дашу, к сожалению. Это точно из-за её биографии, жизни, в том числе. Преолевание с вами делило, у меня нет задумки, допустим, сделать продолжение. Нет, нет, нет. История вашей героини уже в Америке. Может быть, такой фильм от Степана 2. Ну, мне кажется, это очень интересно, что это другое, что журнализировать. Там ещё какой-то вопрос был, да, в девушке? Спасибо. Ну, это купродукция вообще считается, или это... Ну, да, это считается купродукцией, как у нас вышли. Я знаю очень много лет, поэтому это больше не выход на и поиск, и поиск был продюсер, да, это, ну, состоялся такой проект, его задумка, и даже объединила вокруг себя тех людей, которые она считала нужным и нужным позвать в этот фильм. А кто там это поддержать? Иностранных имен, это был постпродакшен, всё это был в Америке или в Белоруссии? Постпродакшен, наверное, что-то был у нас основной в Белоруссии. В Германии, в Америке, в Германии. Бюджет вы не скрываете? Ну, не скрываем, но, на самом деле, бюджет небольшой, я так сказал. Для такого кино многие, кто кино смотрит, критики и прочее, ставят гораздо больше, чем оно было, на самом деле. Не буду сказать. Вот у вас вопрос. Спасибо. Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить. Смотрелась на одном дыхании. Очень приятный. Героиня Глебиш. Спасибо большое банков-продюсерам. Спасибо Дарье. Передайте, пожалуйста, вопрос у меня простой. Даже детский. Право? Понятно, с одной стороны, ментафора. Образ собаки. За него отдельное спасибо, потому что наслаждалась и самой собакой, извините, как бы глупо не звучало, и образом ее. Но ментафора друга, правильно? Ментафора друга, она все время с героиней, только в один момент перед бедой собаку отгоняли. Было ли там что-нибудь еще? Насколько я знаю, собака, есть с автором Даши Хельга, придуманный ей, и это очень важный такой персонаж. И она, я слышала, то, что я не участвовала в процессе создания сценария и идеи, поэтому я к собаке никакого отношения не имею, кроме того, что я с ней взаимодействовала. Могу рассказать об этом. Но, на мой взгляд, тоже это как проводник некоторый такой, который знает чуть больше, чем все остальные. И мне кажется, я не думаю, что это и друг, и какой-то такой свидетель, скажем так. На мой взгляд. Я, кстати, не знаю, как это на самом деле. Это любопытно, это правда. Но сниматься собаку было очень сложно, потому что ей было очень жалко, потому что мне приходилось все время кормить сосисками. Спасибо большое. Успокоилась, когда увидела в кинофиналу собачку, зашедшую в квартиру, до этого была трепошка. И за героиню пришла собака, и как-то чтила. Спасибо. Класс. Я снимаю. Можно? Можно еще? Вот вы сказали, что в Беларуси снимали, а вот это настоящая квартира? Да, настоящая квартира, замечательная женщина, которая сидела на кухне все время. Ждала. А, ну в кадре она не появляется. А вот по поводу быта, вот всех этих вещей, наполнения, это все как-то заранее было продумано или взятое, что-то тоже было? В основном это все, ну реально локации, естественно, кроме почты, по-моему. Да, кроме почты, которую вы создали. В Беларуси еще есть? Да. Ну и естественно, там очень много деталей находилось специально, перед каждым кадром, очень долго все выставлялось. Даша и Каролина, там просто Каролина наш оператор. Они, да, там... То есть какое-то обсуждение, что могло быть в то время, что не могло, и заберут из вещей. Я думаю, что это было до съемок, естественно, да. Но в кадре это все обменялось все время, это давать просто какой-то частоты идеала. Мы Дашу все, как-то все возраст с этим прибавляем, но многие вещи она сама утверждала и помнила, как должно быть, то есть доставляла, правда, и по дополнению в том числе. Она очень, да, очень. Режиссер утверждает все детали, костюмы, образы и прочее. Абсолютно. От нее... Ну что, еще раз скажем огромное спасибо. Спасибо. Огромное удовлетворение. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.